София, привет! Привет! Как дела? Хорошо. Как я рад тебя видеть? Не знаю. Так я говорю, я рад тебя видеть, а я думал, ты скажешь, я тебя тоже. Ну, ладно. Хорошо. Не рада, не рада. Продолжай. Я рада. Курбан, салам алейкум. Привет, Мариям, как дела? Нормально. Как добралась? Нормально. Как настроение? Нормально. Погода на улице? Нормально. Общее состояние? Нормально. Аббревиатура ННТ, первая буква Н, как расшифровывается? Нормально. Все правильно. Ты живешь в Махачкале, правильно? Я вообще-то родилась в Астрахани, но у нас был пыльный диван. Фатима, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ты можешь как-то улыбнуться нашим телезрителям? Давай. Может, я пропустил, ты уже улыбнулась, да, в какой-то момент? Ну, понятно. Ты к нам откуда прибыла? Из Сургута. Ну, дальше Буйнакска? Ну, да. Чуть-чуть. Во-первых, скажи мне, пожалуйста, что у тебя за вчера днюха была в Изберге? Я была там у моей тети, ей еще 11 лет. Ее зовут Кумсият. Ну, можешь всех перечислить, кто есть. Давай. Есть тетя Айшат, это ее бабушка Айшат, тетя Патя, это моя тетя, там еще Айша, это моя сестра. Ты так оделся красиво, красивее меня сегодня. Сделал круче меня прическу, побрился, и я не успел. И сидишь сегодня вот так, отвернувшись от меня. Это нормально, ты считаешь? Тетя Аида, Михаил, это тоже ее сестра, и это дедушка мой Иид, и бабушка Иид, а не моя дедушка и бабушка. То есть в Изберге 80% живущего населения все твои родственники, я правильно понял? Да. Как думаешь, почему в Дагестане все время свет отключают? Ну, какие-то есть предположения? Ну, по-моему, есть. И какие? Почему свет отключают? Ну, так я и спросил. Я тоже. То есть это вопрос к Салману Кадьяловичу? Наверное, там молния была. У вас дома свет выключают? Ну, иногда да. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, когда дождь капает, у нас иногда свет выключается. То есть проблема в дожде? Ну, иногда. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу выразить тебе благодарность, что ты уже в мою сторону повернуешься. Это уже для нашей передачи большие рейтинги. Если бы у тебя был один миллион долларов, что бы ты с ним сделала? Купила себе дом. Я куплю себе квартиру. Ну, то есть ты квартиру за сколько? За миллион долларов хочешь себе купить? В Сургуте? Ну, да. Ну, я никогда к вам в Сургут не приеду. Ну, и ладно. Знаешь, как много это миллион долларов? У меня вообще в копилке много. Серьезно? Давай поговорим об этом. Сколько у тебя в копилке? Уже мало. Ложкой снег мешая, ночь идёт большая, что же ты, курбанчик, молчишь? Что ты купишь? Машину и дом. Это ты кому купишь? Себе. У тебя есть миллион долларов, предположим, даже? Вот тебе миллион долларов подарили. Дедушка. У дедушки есть миллион долларов? Да. Понятно. Марьян, дедушка дал тебе миллион долларов. Да? А два есть? Ну, два. Да. Просто спросил. Миллион долларов дал дедушка. И, значит, на что ты их потратишь? На какао. Я очень обожаю какао. Ну, предположим, ты купила плантацию со всеми, кто собирает какао-бобы. И они каждый день собирают тебе какао. Но у тебя останется ещё половина этих денег от этой суммы. Что ты сделаешь со второй половиной денег? Ну, куплю мороженое. Молодец. То есть работаем на живот? А маме, папе что-нибудь не хочется купить? Хочу маме купить самый красивый букет. Маме что подаришь? Цветы ещё. Ещё цветы. Нет. Два цветка мне не надо, маме дорогие. Ты вообще не цветы, а цветок один. Так, всё понятно. Нет, нет. Я вот такой букет возьму. Маме двенадцатый айфон. А папе что подаришь? А папе... Чё-то мне кажется, что настроение упало, нет? Нет. Папе... А папе машину. Я себе паце, а тебе вам бабы джини. Сынок. Продолжим? Да. Да садись поближе сейчас. Какая машина? Ну... Х-6 М-ка. Значит, тебе нравится Х-6 какими-то буквами ты там ещё её заполнил, да? М-ка ещё. А, М-ка. Ну, у моей мамы скоро будет огромная машина. А я вот на Вести езжу пока. Маленькая белая машина. Ну... Я понимаю, это мои проблемы, да? Просто хотел поделиться. Вот смотри, есть одиннадцать человек сборной России по футболу. Они очень плохо играют. Что нужно сделать, чтобы они начали играть хорошо? Побить их. Ну, вот, молодец. Очень дагестанский подход. Ну, вообще, люблю футбол. Ну, какого футболиста знаешь? Вратарь. То есть ты очень хорошо в футболе разбираешься, как я понимаю? Да. А знаешь такого Месси? А? Понятно. Ты любишь футбол? Ну, нет уж. Представь, вот есть команда, которая очень плохо играет за нашу страну. Что нужно сделать с ними, чтобы они хорошо заиграли? Хорошенько ты миловаться. Не помогает. Ты расстроилась, вспомнила сборную России, весь состав, поименно? Ну, уж нет. Твой любимый игрок какой? Телный. Ты любишь футбол? Ну, так иногда дома сама тренируюсь с мячом играть. Что нужно сделать, чтобы они начали хорошо играть? Собирать кого-нибудь. Нужно к ним добавить Кристиана Роналду, а еще крутых игроков. То есть нужно поменять состав, я правильно понял? Да. Что нужно сделать, чтобы они начали хорошо играть? Болеть за них. Так уж нету сил уже болеть за них. А я до сих пор болею. Молодец. Ты знаешь, что такое депутат вообще? Не-а. Вот и мы не понимаем, вот не знаем до конца. Давай, это вырежут на всех случаях. Представь, что ты стала главой Дагестана. Ты президент республики. Что ты выйдешь и скажешь народу в первую очередь? Здрасте. Дорогие мои дагестанцы, я хочу сказать. И вот что ты скажешь? Построить дома, построить налоги. Я прошу прощения, может я не устрою? Построишь налоги? Нет, я сказала налоги. Давай скажи, Крым наш. Путин наш президент. Добровольная вакцинация. Ты выходишь и народу что говоришь? Всегда беседиться. А пандемия? Ты выходишь и что скажешь людям? Дагестан сейчас пою в медали. Я поддерживаю с тобой инвестирую. Я своя делна и медали. На усыне твои прикаю. Скажи мне, ты вакцинировалась? Чуть-чуть. QR-код есть у тебя? Нет. А как вы сюда прошли тогда? А, я приехала со своей тетей и бабулей. А мама с папой и братом приехали на машине. Прорвались. Ты уже привилась? Ну, нет. Понятно. А планируешь? Ну, уж нет. Ясно. То есть QR-кода у тебя не будет, да? Ну, я когда вырасту, я буду. Да, я буду. Я буду художником. Ты видела, что люди в масках ходят по городу? Ну, только в фильме. Так и я только в фильме видел. Я в Дагестане вообще не вижу людей в масках. Почему так происходит? Ну, моя мама иногда надевает такие гигиенические маски. Пожелай что-нибудь всем телезрителям напоследок. Что-нибудь хорошего. Чувствовала, что футболка стала черной. Отличное пожелание. Карим напоследок пожелал, чтобы футболка осталась черной. Хорошо, Марьяночка, спасибо тебе большое. Ты большая молодец. Скажи громко, избирбашцы, салам алейкум. Избирбашцы, салам алейкум.